Всем здравствуйте! Актеры все чаще становятся добычей мошенников. Доверчивые знаменитости клюют на известные уловки и лишаются внушительных сумм. Недавно на удочку обманщиков клюнул Игорь Ясулович. Непутевый инженер Щукин из «12 стульев» и наглый фарцовщик из «Самой обаятельной и привлекательной» ответил на звонок с неизвестного номера. Это была роковая ошибка. Женский голос сообщил, что актер беседует с сотрудницей по работе с клиентами государственного пенсионного фонда. Никаких сомнений у мужчины не возникло, а когда возраст приближается к 80-ти, то звонки из ПФ вполне логичны. Лжесотрудница сообщила приятную новость, Ясуловичу положена президентская выплата. Государство готово прямо сейчас перевести деньги, но не знает куда. Требуются номера банковских карт, на них перечислят сумму выплаты. Актер тут же приготовил две карточки – Сбербанка и ВТБ. По просьбе звонивший продиктовал номера и все необходимые реквизиты и обомлел. Вместо поступления сообщений из банков уведомили о списании крупных сумм денег. Со счетов Игоря Ясуловича пропало 313 303 рубля. Пострадавший обратился за помощью в полицию и теперь стражи порядка пытаются отыскать звонившую. Возбуждено уголовное дело. За последнюю неделю ни один Ясулович попал на подобную угловку. 30 июня жертвой мошенников стал актер Михаил Шелухин. Зрителям он известен по таким проектам, как сериал «Марш турецкого», «Московская сага» и «Сыщики-3». Только ему позвонили не из ПФ, а из службы безопасности банка. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok